МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программу на стороне закона. Подборка свежих криминальных новостей, актуальные советы, как не попасть в беду. Здравствуйте. В Анапу не пустили неизвестного. Инспекторы остановили грузовик с алкоголем без документов. Ошибка ценою в жизнь. В Сочи спасатели подняли из оврага пассажиров упавшего УАЗа. Нашли гости новое жилье в Сочи. По наводке местных жителей арестовали приезжую из Улан-Удэ. Госавтоинспекторы не пустили в Анапу алкоголь с темным прошлым. Путешествовал он в грузовом рефрижераторе. Транспортное средство остановили на посту. В кузове Хёндая притаились почти две сотни пластиковых кек, по 30 литров каждая с пенным и мохито. Сопроводительных документов на содержимое своего авто 46-летний водитель показать сотрудникам полиции не смог. Эта встреча закончилась выписанным штрафом и конфискацией товара. Перевозчику придется отвечать за осуществление предпринимательской деятельности без специального на то разрешения. Один человек погиб и еще двое получили увечья. В Лазаревском районе Сочи бригада спасателей отправилась на выезд. Помощь понадобилась компании молодых людей. Они путешествовали на внедорожнике российского происхождения. В районе села Алексеевка водитель остановил свой автомобиль повышенной проходимости и вышел из транспортного средства. По всей видимости, он не поставил машину на ручной тормоз. Припаркованный на обочине УАЗик съехал в кювет. В этот момент в машине были трое пассажиров, но они не успели среагировать. Вытаскивать пострадавших пришлось бригаде сочинских спасателей. Людей поднимали в специальных носилках. Двоих в карете скорой помощи отправили в медучреждение. А вот 27-летней женщине повезло значительно меньше. Во время падения она получила увечья, несовместимые с жизнью и скончалась еще до появления медиков на месте. Погибшая была беременна. Один за всех или как не нужно вести себя на городских улицах. Рулевой маршрутки устроил массовую аварию в Краснодаре. Как рассказали пассажиры общественного транспорта, шофер автобуса перепутал педали. На большой скорости он въехал в белый хэтчбэк, который стоял в небольшой пробке. А дальше получилось как в детской игре. Передай другому. От удара машина по инерции пришла в движение. Задел автомобиль перед собой, а тот еще один. В итоге услуги автомехаников теперь понадобятся сразу четырем авто. А еще свидетели столкновения рассказали, что минимум трем пассажирам маршрутного такси понадобилась помощь врачей. Свою путешествие по городским улицам они продолжили в карете не от ложки. Правда, повезли их не туда, куда люди изначально планировали, а на осмотр в ближайшее медучреждение. В обстоятельствах массового ДТП предстоит разобраться с сотрудниками госавтоинспекции. А пока они выясняют, что же стало причиной аварии, предлагаю посмотреть, какие пункты правил дорожного движения нарушили автовладельцы краевой столицы. Далее наш дайджест. Пересечение Дзержинского и Пригородной. Водитель грузовика собирается повернуть налево. Пропускает одно авто, второе и стартует. Но тут ему вбок врезается черный седан. Его шофер двигался прямо, соблюдая правила, и не ожидал такого поворота событий. После столкновения водители решили вызвать сотрудников госавтоинспекции. Те за час помогли разобраться в ситуации и освободить проезжую часть. Водитель серого внедорожника едет по российской. Хочет повернуть на пригородную, знак гласит, что главная дорога сворачивает именно туда. Едет, но забыл, что при работе электронного регулировщика знаки приоритета теряют свою силу. Пострадал от этого бампер синего седана. Шоферы вызвали сотрудников ГИБДД. Они пробелы автомобилиста в знаниях правил восполнили, аварию оформили. Два часа и дорога снова свободна. И как же без аварии на кольце? Такие происшествия есть в большинстве наших дайджестов. Пересечение 40 лет победы и российской. Водитель белого седана из внутреннего радиуса хочет свернуть на российскую. Пропускает почему-то тех, кто должен уступить ему дорогу, стартует. А по внешнему радиусу едет водитель японца. Он-то не собирался поворачивать. Удар. После шоферы вызвали сотрудников ДПС. А оба седана еще три часа стояли на перекрестке, пока остальные водители продолжали покидать кольцо из внутреннего радиуса. Видимо, большинство людей учатся исключительно на своих ошибках. И, наконец, история двух торобык. На пересечении Сормовской и Симферопольской автовладельцы решили узнать, кто быстрее проедет перекресток. Темный кроссовер налево или белый седан прямо. Двигались они навстречу друг другу. Первый имел гандикап перед Ладой, однако не успели оба. Удар. Недолгая поездка виновника аварии на двух колесах. И обе машины остановились. Шоферы вышли осмотреть смятый бампер Приоры и искореженные двери немецкого автомобиля. Решили вызвать сотрудников госавтоинспекции, за час оформили ДТП и освободили проезжую часть. Правда, лишь с помощью эвакуатора. Подозрительные жители Сочи помогли полицейским поймать наркодилера. О своих догадках обыватели Хостинского района Олимпийской столицы рассказали правоохранителям. Это произошло во время внеочередного схода граждан. Сотрудники информацию записали, проверили и наведались в гости к особе, которая пришлась не по нраву бдительным сочинцам. Дома у 47-летней приезжей из Улан-Удэ нашли пакеты с подозрительным содержимым. Экспертиза выяснила, что это марихуана и мефедрон. Общая масса запрещенных веществ более 27 граммов. Свертки изъяли и приобщили к делу, фигурантом которого и стала женщина. Кстати, тратиться на съемное жилье ей уже не придется. Со окончания разбирательств барышня ожидает в камере. В заточении она может провести и следующие три года, если суд сочтет доказательства ее вины достаточными. Тему продолжим в нашей рубрике. Мы встретились с временно исполняющим обязанности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка Сергеем Решетниковым. Он рассказал, как в регионе борются с аптечными наркоманами, насколько в этом противостоянии помогают неравнодушные граждане. И дал несколько советов тем, кто подозревает, что в аптечном пункте поблизости фармацевта отпускают сильнодействующие препараты без рецепта. Далее фрагмент интервью, записанного накануне. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда наркозависимый человек находит альтернативные возможности получить удовольствие запрещенное с помощью аптек? Подробнее об этих случаях. Как у вас идет здесь работа? Дело в том, что аптечная наркомания, так называемая, идет постоянно работа в этом направлении. Значит, здесь что необходимо отметить? По сравнению с прошлым годом увеличилось, конечно же, изъятие лекарственных препаратов. Это где-то 7,5 килограмм в общей сложности таблетированных препаратов изъято. Вот уже в этом году. Это плюс 5 килограмм к аналогичному периоду прошлого года. Конечно же, здесь идет борьба с недобросовестными фармацевтами. Составляются административные протоколы. За это предусмотрена административная ответственность за продажу препаратов без рецептов, так называемой нашей лирики. Поэтому, конечно же, это проблема. Но сотрудники полиции обращают на это особое внимание. Если взять сильнодействующие лекарственные средства, то это где-то порядка 5 килограмм уже в этом году изъято. То есть, на постоянном контроле находится. Занимаемся этим вопросом. А подскажите, вам стало легче бороться именно с аптечной наркоманией с момента, когда большая часть лекарств стала отпускаться только по рецептам? Или никаким образом не повлияло? Ну, конечно же. Дело в том, что ужесточился спрос, ужесточился контроль. Предусмотрена разная административная ответственность за совершение подобных правонарушений. Поэтому, да, безусловно, конечно, стало легче. Расскажите, пожалуйста, оба ответственности, которая предусмотрена и для фармацевтов, собственно, и для тех, кто покупает. Ну, административная ответственность тоже разная. Значит, здесь начинаются штрафы от 5 тысяч и вплоть до лишения лицензии. То есть, нужно дифференцировать правонарушения того же фармацевта, того же ООО. То есть, либо это личная заинтересованность фармацевтов, либо это поставлено на какой-то более, так сказать, высокий уровень. Конечно, у нас есть прецеденты и лишение лицензии, и ограничение деятельности на определенный срок. А из вашего опыта чаще всего это фармацевт придумывает себе такую подработку или указ идет от руководства компании? Вы знаете, каждый случай необходимо рассматривать отдельно, потому что есть разные и фармацевты, и разные предприниматели, которые, соответственно, уже для себя ищут какие-то разные лазейки. Поэтому необходимо каждый случай рассматривать по-разному. И расскажите, пожалуйста, что должен делать человек, если он подозревает, что в какой-то конкретной аптеке продают лекарства без рецепта и, естественно, продают их людям, которые хотят получить от этого удовольствие? Дело в том, что обыкновенный гражданин, посещая всякого разного рода аптеки, он, прежде всего, обращает внимание. То есть, если лицо покупает сильнодействующие препараты без рецепта, он, соответственно, может сообщить в дежурную часть на горячую линию и сообщить о том, что именно в какой аптеке ИП, ООО и так далее и тому подобное, то есть, где он увидел о том, что идет сбыт этих препаратов. Часто ли вам звонят сложными сообщениями? Конечно же, и такие случаи бывают по надуманным основаниям. Но в основном добропорядочные, сознательные граждане, конечно, большой вклад делают. И есть и положительные примеры в этом направлении деятельности. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Несколько жителей Армавира 2 августа могут считать еще одним днем своего рождения. В одной из многоэтажек города загорелась квартира. Вызов на пульт дежурного поступил около 11 утра. Звонивший сообщил, что из окон жилого помещения валит густой дым. Через пять минут на месте происшествия оказалось первое подразделение. Три десятка человек вышли из здания самостоятельно. А еще пятерых из горящего дома вывели спасатели. На борьбу с пламенем, которое бушевало на площади в 25 квадратных метров, понадобилось 15 минут. В бой со стихией вступили 13 пожарных, три спецмашины и столько же звеньев газодымозащитников. Теперь специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания. Спрятаться не удалось. В Керченском проливе кубанские стражи порядка задержали нарушителя. Танкер под сингапурским флагом пренебрег законам о неприкосновенности акватории Российской Федерации. Сотрудники пограничного управления ФСБ по региону судно обнаружили, пообщались с командой, выяснили причины нарушения и выписали капитану иностранного танкера штраф. Кроме того, силовики напомнили, что за пересечение границы любому нарушителю придется заплатить рублем. Напоминаем, что нарушение части 1 статьи 18.1 КОАП Российской Федерации влечет на уложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. 1 миллион 600 тысяч рублей. Такую сумму в качестве штрафа в казну Российской Федерации уже внесли стражи границ за текущий год. В ведомстве уточнили, что на данный момент сотрудники насчитали уже четыре десятка российских и иностранных судов, капитаном которых тесно в государственных границах. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера. Проведите его вместе с нами на телеканале Кубань24. Увидимся завтра.